Ну, вот это безобразие. Это то место, куда у нас переезжают же цыплята после брудера. Не смотрите, что так страшненько. Хотя, конечно, страшненько. Все ветром у нас посрывало, но сейчас мы не открываем. Все, по весне мы это разберем. Значит, в плане я посмотрела, по-моему, где-то в Одноклассниках, что ли, или ВКонтакте. Такой интересный выгул сделан с помощью дуг и сверху сетки. То есть вот этот выгул я хочу разобрать. Вот там у меня где-то раньше... Вон дуга торчит. Вон они. Вот там у меня была раньше грядка. Дуги торчат. Вот. Значит, мы эти дуги... Там есть дырочка такая. Ну, выгул. Выгульная дырочка. Это мы все разберем, а дуги я поставлю... Ну, как бы вместо выгула поставлю дуги и натяну сетку. Получится такой для цыплята. Прям в самый раз меленькую сеточку натяну. Вот. Получится такой длинный выгул, узкий, ну, в ширину дуги. В меленькую-меленькую сеточку. Вот. Сейчас я покажу, что у нас там внутри. Сюда переезжают цыплята после брудера. То есть примерно в 21 день. Вот мои хламоны гуляют. Чем мне нравится жить в деревне и вообще жить вдали от города, можно надеть все, что угодно. Да, мама. Пошла снимать цыплят. Ракурсы, да. Здесь пол сделан просто, по-моему, 4 палета лежат. Метра 20 на 8 друг с другом. Утеплено 10 сантиметров минватой. Сверху обшито баннером. Вот. В принципе, для цыплят вполне достаточно. Ну, кто видел мои старые видео, раньше у нас здесь, это наш первый курятник, у нас здесь жили куры первую зиму. Вот. В этом году это стало цыплятником. Идем смотреть. Наше безобразие. Сейчас немножко настроится фокус. Ох, кончилось у них поесть. Сейчас мы его насыпем. Значит, этим, это вывод 11 января, 7 января, а, 11 января. Надо посмотреть в записи. Ну, в общем, начало января этот вывод. Вот. Здесь они у меня еще сидят пока на комбикорме, пока 4. Вот. Ну, что тут могу сказать? Значит, вот такая площадь. На полу опилка. Поилка сделана, значит, микрочащиной, 5-литровая баклажка. Красная лампа висит. И у нас вот такая печка, на столярке она работает. Печку мы включаем, когда на улице больше, чем минус 10. Тогда мы включаем печку, чтобы цыплята здесь не замерзли. Если на улице там 0, минус 5, ну, до минус 10, печку мы не включаем. Хватает достаточно красной лампы. То есть все, кто мерзнут, сидят вот тут. Вот. Мне очень понравилась она, хоть и старенькая, но мне понравилась. Расход топлива у нее примерно где-то 3 литра на сутки хватает. Ну, конечно, солярочки подванивают. Когда она горит, подванивает здесь солярчиком. Ну, вот. Стоит она у нас на таком, типа, табурет, стул. Не знаю, что этот муж сваял. Цыплята туда не залезают. Но, конечно, взрослым кормом такое бы не подошло. Они бы там сразу хвосты себе попалили. Вот. Но цыплята не залезают так высоко. И она там нормально стоит греть. Иногда здесь бывает даже очень жарко. Вот. Ну, теперь по цыплятам. Это тот вывод, который у меня в брудере был заснят. В предыдущем видео. Значит, что у меня из них тут какая беда. Вот один маленький. Это мини-мясной. И одна где-то фаверолька. Курочка у меня здесь. Они каким-то образом вывернули себе лапы. Вот уж не знаю. Вот он самый маленький. Вот его все обижают. Но он достаточно такой шустрый. То есть за счет того, что он маленький, он в кучку пробьется снизу, подлезет, если холодно там погреться. Вот. Значит, ну, здесь, конечно, мини-мясные поменьше размером. То есть они месячные. Примерно. Сегодня 8 февраля, да? Вот. Примерно месячные. Они где-то там 11 января. Вот. Значит, мини-мясные. Вот один мне попался. Вон тот. Это виандот в пересорте был. И шелки где-то бегают. Вот шелковый тоже месячный. Но разница, конечно, сильно заметна. То есть у меня вот этот маленький цыпленок. Видите, он там. Вон там. Примерно размером с шелков. То есть мини-мясные раза так в полтора-два покрупнее шелков будут. Конечно, их бы лучше рассадить отдельно. Но этими займемся, когда вот они будут переезжать в большой курятник. Тогда мы уже рассадим отдельно. Вот. Значит, где-то у меня здесь есть петух фавероли. А, кстати, я хотела еще сказать, что, в принципе, вот что фавероль, что мини-мясные, они друг от друга по размеру-то не сильно отличаются. То есть не скажу, что прямо вот эти все, которые сейчас прямо идет бам на этих мини-мясных, что они как-то быстрее растут. Фавероль примерно так же растет. То есть там какие-то незначительные отличия. Вот белый, вот курочка фавероли. И вот это мини-мясной рядом с ней, а это курочка фавероли. Вот мини-мясной по ней бегает. Вот это петух фавероли. Это лиандот. То есть, ну, в принципе, они все по размеру достаточно. Ну ладно, не будем гонять. По размеру они все такие, в принципе, одинаковые. Но по весу мини-мясная больше. То есть если взять в руку, то в руке она так помясистей будет, чем фавероли или диандот. Ну, и уж, конечно, помясистей, чем шелки. Вот. Ну, что тут еще можно рассказать? Даже я вам здесь, честно, не знаю. Есть у нас здесь свет дополнительный, но я его не включаю. Цыпля там у них красная лампа горит постоянно. Я сейчас не выключаю, но зима все-таки на улице. Я не выключаю. Вот. Обычная у нас здесь бункерная вот эта кормушка китайская. Которая все просыпается на самом деле. Не очень она мне нравится. Вот труба у нас. Но у нас это же труба, которая в моих предыдущих видео. Но сюда цыплятами я не сыплю, они не достают. Для взрослых курс сюда хорошо. Вот. Значит, где-то у меня, значит, я хотела про петуха рассказать, про фавероли. Он у меня, вон он, по-моему. Вон с лысой попой. Значит, у меня один цыпленок при вылупе прилип к утеплителю. Я уплотняла яйца утеплителем. И когда он вылупился ночью, он к этому утеплителю прилип. И я его отмочила аккуратненько водичкой. Он отошел, нормально все. Но с тех пор у него перья не растут. У него и пуха не было на этих местах, где он прилип. И перья не растут. Вон он, видите, лысый. Такой полулысый. Интересный такой. Если бы бролеров при вылупе сразу бы прилипать к утеплителю, а потом отмачивать, они бы росли лысые. Их не надо было бы щипать. Это, конечно, издевательство. Но факт остается фактом. Вот, это месячные. Ну, что тут еще раз сказать. Никаких там я им кашек не варю. Все у меня сидят на комбикорме и чистой воде. Вот, в баклажке вода. Но эта баклажка, она сверху грязная. Внутри я ее каждый день протираю. Периодически обрабатываю слабым раствором органцовочки, чтобы не было никаких бяг в водичке. Вот так тут у нас внутри. Вот на сест. В принципе, месячные цыплята уже до сюда достают и иногда тут сидят. Красная лампа у нас висит. Окошко наверху полка. Вот там полка. Какие там нужности хранятся. Лишняя полка никогда не помешает. Ну, и вот здесь, в общем-то, они сидят, получается, значит, 21 день в брудере, 21 день здесь, полтора месяца они переезжают во взрослый большой курятник. Вот для этих мы построим там полку, рассортируем их по этим, ну, по размеру или вообще, ну, посмотрим. Рассортируем и те, значит, будут у меня пока на верхней полке до лета. Вот. А там уже буду отбирать, когда себе, кого оставить, кого продать. Уже будем дальше их как-то перерассортировать. Пока в общей кучке все тут. Вот они там пьют из этой чашки. Кто ест, кто пьет, кто спит. Вот. Бункерную кормушку я им целиком не насыпаю, комбикорму, потому что они все раскидывают. Даже с учетом того, что она висит, и даже если ее поднять повыше, тогда получается, что те, кто поменьше, вот эти маленькие, они не достают. Да, или шелки они не достают. Но все равно все все просыпают. Поэтому я просто прихожу, два-три раза в день им досыпаю. Вот. Ну, ниже, скажем так, как можно ли, допустим, высадить цыплят. Меня иногда спрашивают, если вот на улице поставить брудер с красной лампой, выживут ли цыплят. Честно, ребят, я не знаю. Здесь у нас там ниже нуля никогда не бывает. Это назначено, потому что вода здесь не мерзнет никогда. Ну и плюс, конечно, если там сильный мороз, мы печку включаем. Даже с выключенной печкой, сейчас где-то на улице минус там 5, здесь явный плюс, вода не мерзнет, и цыплят себя нормально, в общем-то, чувствует. Но здесь мне вот не под лампой, а как бы вот от лампы, да, вот по углам, конечно, не плюс 30, да и под лампой, наверное. Ну, нет, оно так же парит нормально. Цыплят они все под лампой. Я иногда захожу сюда поздно вечером, когда они уже спать легли, здесь такая кучка получается. Цыплят они все спят под лампой. А носится они, в принципе, себя прекрасно чувствуют. Там фаверолечка, там шелковый. А так они себя, в принципе, прекрасно чувствуют. Здесь, на мой взгляд, температура где-то, может быть, час, плюс 10, может быть, там, плюс 12. Вот такие у нас дела. Ну, все, пойду теперь снимать большой загон к большим цыплятам под рощинам. Так, ну вот и в заключительном этапе они у нас находятся вот в этом загоне. Здесь у нас был проход на улицу, мы им отгородили. Вот. С общего, да, курятника. Вот у нас общие сверх куры, снизу свиньи. Вот, значит, им отдельный загон. Эти цыплята вылупились 3 декабря. Это мини-мясные. Вот. Ничего особенного нет, даже вот еще пока до насеста руки не дошли. Ну, в принципе, они уже такие, достаточно, достаточно крупненькие. У меня тут белые, красные, палевые. Три вида я повзяла на пробу. Значит, ну, какая система? Значит, после брудера, после маленького цыплятника они переезжают сюда. Здесь они уже вырастают до своей, как бы, ну, взрослой формы, да, начинают, когда они съесть. И я их начинаю сортировать. То есть, где-то 15-20 кур я оставлю себе на племя на будущий год. Остальных либо продам, либо мы их съедим. Вот. Ну, там посмотрим по обстоятельствам, как получится. Вот. Но я имею в виду, там 15-20. Хотелось бы набрать каждого цвета, чтобы у меня было, ну, примерно 20 кур белых, 20 рыжих, ну, 20 палевых, 20 красных. Вот. Значит, здесь, уже вот здесь, в этом загоне мы их кормим пока 4, пока до 16 недель. 16 недель, это, получается, 3 месяца. Ну, вот, скоро будем их переводить на ПК-2 уже для взрослых кур. Вот. И стараемся немножко добавлять зерна, перемешку с комбикормом. Пшеничку в основном мы добавляем, недробленную, цельную. Вот. Обычно у них стоит бункерная кормушка. Паилка, вот, одна из бутылка с микрочашечным, но они с детства привычены из нее пить. Они на нее, конечно, лучше реагируют, чем на просто ведро. Ну, ведро они тоже любят нос пасовать. Вот. Так что здесь стоит и ведро, и такая паилка с водой. Кормлю два раза в день. Утром, вечером у нас у всех кормежка, мы всех кормим два раза в день. Куры, свиньи, коровы, козы, всех кормим два раза в день. Вот. Папа у нас тут мастерит в соседнем загоне. На. На, держи. Вот. Соседнем загоне мастери. Вот. Ну, даже не знаю, что сказать. В принципе, мини-мясные мне понравились. Мини-мясные куры. Ну, я не скажу, что они растут так же быстро, как бройлеры. То есть, сегодня у нас 8 февраля. Получается, декабрь. Весь. Январь. Январь. Ну, в этом два месяца. Ну, в принципе, они уже такие достаточно крупные. Вот. Еще пару, там, два-три месяца они уже должны начать нестись. Ну, они уже такие два месяца. То есть, прям цыпленок табака бы хорошие из них получились, я бы сказала. Здесь, значит, у нас в плане сделать в зимнем варианте еще клетку поставить. Что такое все у нас в камере? Вот. В зимнем варианте здесь будет еще одна клетка, чтобы пересадить тех, которые сейчас вот в треугольном маленьком цыплятнике. Они вот поедут сюда, в эту верхнюю клетку. Вот. И мы там их отсортируем по размеру, посмотрим. Чтобы из брудера можно было цыплят пересадить в треугольный цыплятник. И так по кругу. Вот, в принципе, такая система наша, брудер, маленький цыплятник, большой курятник, позволяет выращивать, ну, я так, примерно 5 выводов за зиму. То есть, ну, грубо говоря, цыплята вылупляются примерно раз в месяц. Так, все, пошли мы отсюда. Грубо говоря, цыплята вылупляются раз в месяц. Да, то есть, 5 месяцев, в принципе, вполне реально выращивать зимой цыплят. А, кстати, забыл. Миш, выходи. Забыл еще сказать, что здесь он у нас никак не отапливается. Здесь он уже все, он утеплен. Утеплен пенопластом утеплен. Плавен пенопласта уже мыши сожрали, но там десятка в стене заложена. Вот. Но никак она дополнительно у нас не отапливается. Стоит там у нас, на всякий случай, печка-буржуйка в среднем загоне. Но мы так и не топили ее. Миш, а иди отсюда. Но так ни разу мы ее и не топили, в общем-то, в зиму. Вот. И лампы красной здесь уже тоже нет. То есть, они достаточно сами вполне себя греют. Вот. Да, Миш? Скажи привет. Да. Ну, надеюсь, вам видео мое было полезным. Задавайте вопросы. С удовольствием с вами побеседую. Все, всем пока. Опять замерз. Ну, вот. Наверное, надо еще что-то поснимать. Планшет у меня замерз. О! Ну, поснимаем красоту. Красоту нашу поснимаем. Вот у нас сейчас уже вечер. Это наши грядки. Снегом замело. Они достаточно высокие. Там примерно по бедро. Тогда мы складываем подстилку. Которую вывозим с курятника, с свинарника, с коровника. Все-все-все сюда складываем. Брид, потом сюда будем сажать. Сейчас снегом все замело. Их и не видать. Красота у нас какая. Где-то у меня дети должны гулять бегать. Где-то тут. У нас с ветром упал. У нас очень сильные ветра бывают. Поскольку мы еще и в поле. Пал у нас забор на выгуле. Но здесь все равно потом будет сарай. Мы надеемся, что весне поставить сюда сарай. Не нужен будет этот маньячинь пока. Ну и пока у нас никто не гуляет зимой. Потому что много лис ходит. Мы курни в зиму не выпускаем. Вон один мишка трогает. Жарится. Ну все. Давай планшет. Выключайся. Пока.